всем привет дорогие друзья вы находитесь на канале техно бар плюс сегодня у нас распаковочка моих новых наушников друзья это не airpods про это копии и мне очень хотелось приобрести именно копии посмотреть на что же они способны и дабы вы друзья понимали есть ли смысл вообще в принципе брать копии airpods of китайская копия конечно ну как тут написано with wireless charging кейс беспроводной зарядный кейс посмотрим что же это будет коробка довольно таки интересная запакованная приобретались данные наушники в китае ну по картинкам все красиво и хорошо вроде бы как даже под оригинальный кейс посмотрим что же будет по факту давайте будем распаковывать сразу же подрываем пленочку и посмотрим что же здесь будет друзья а пока распаковываю я попросил у вас подписаться на канал техно бар плюс прожать лайк под данным видео поделиться свое мнение в комментариях возможно кто-то уже данные наушники использовал или использует либо только приобрел и напишите как ваши впечатления вообще от этих наушников ну коробка скажем так весьма дешево выглядит но тем не менее друзья на матовая здесь не глянцевая поверхность картинки сами матовый то есть как бы не дорогая копия по бокам ничего нет сзади вот такая вот изображение самих наушников в кейсе посмотрим напомню что предыдущие наушники которые я приобретал они были копии опять же airpods от первых вот прошу прощения они были скажем так мягко выражаясь не очень но тем не менее играли как бы все в принципе было ок и сейчас работают в данный момент кстати друзья кто хочет приобрести наушники такого плана либо те которые у меня были в видео на моем канале обязательно подпишитесь на канал посмотрите я как говорится оставлю ссылочки где и и либо же пишите мне в комментарии в личку кто хочет приобрести отдам по сносной цене напомню что основные наушники у меня вот эти вот это нафинг от компании от компании нафинг наушники r1 довольно таки неплохой вариант но опять же косяки как были там так и остались пока ничего не исправили так здесь у нас идут наушники с кейсом пластиковая ванночка вот такая и опять же друзья я вижу что я вижу я вижу lightning это довольно таки круто что здесь lightning давайте посмотрим какого здесь качество провод провод здесь где-то сантиметров наверно 15 маленький коротенький но тем не менее друзья литье конечно кривовато я показываю вам поближе вот так это все выглядит есть защита от излома сам кабель ну такой скажем не особо дешевый но тем не менее друзья но сама литье вы посмотрите она как бы тут криво идет и так далее но главное в принципе чтоб заряжала а там дальше будет видно оригинал series tvs headset то есть наушники оригинальная серия и все на китайском здесь я так понимаю инструкция нажмите один раз play pause два раза это вперед три раза это назад ответ один раз нажать ну как бы в принципе довольно таки неплохо не особо здесь какая-то информация сильная представлена но зато друзья на минуточку bluetooth 51 вот так то есть это уже довольно таки неплохо поддерживают наушники протоколы а2dp а в р цп а2dp ну и тогда что там дублируется здесь на так расстояние передачи 20 метров вот так вот частота передачи 24 гигагерца 5 вольт ну я так понимаю 0 1 ампер скорее всего и время зарядки с кейсом время charging time то есть зарядное время с кейсом 40 часов что ли во время разговора в наушнике приблизительно три часа и в режиме stand by более 200 часов кейс у нас емкостью 220 миллиампер часов ну и так далее там различные предупредительные какие-то моменты идут давайте сейчас посмотрим заряжает ли в принципе эти наушники кейс давайте для начала посмотрим что тут у нас за кейс такой ну по по виду так не особо и собственно дешманский выглядит какой-то пленочкой заклеен как раньше были такие обложки для тетрадей вот цвета пленка голубенькая пока это все в сторонку возможно друзья честно говоря как вторые наушники буду их носить но сразу уже вижу этот люфтик но вы знаете магнита нет не сказать что плохие вот трясу и довольно таки неплохо конечно глянцевый пластик он будет царапаться здесь кнопка я так понимаю для включения для выключения наушников непосредственно самих сейчас я попробую отключить вы видите тут какие-то даже алюминиевые серьезные такие проставки амбишурок конечно нет и так сами наушники сейчас посмотрим кстати друзья обратите внимание какой зарядный кейс внизу там коннекторы идут никакой больше информации кроме вот этой вот сомнительные наклеечки что это ну в принципе 22 год выпущен я так понимаю нет сам кейс очень легкий удобный ну вот то что крышка это сразу ходуном ходит это сразу бросается в глаза здесь на лицевой стороне у нас идет лампочка индикатор в кнопка подключения наушников здесь в таком виде алюминиевым идет у нас петля крышки ну и в принципе толщину они где-то вот так сантиметр-полтора от силы довольно таки неплохо выполнено и сами наушники такие блямбы серьезные давайте посмотрим сразу же отрываем вот эти пленочки видите как вот таким образом выглядит ну под копию конечно под копию я видел оригинальные копии но что-то тут как-то вообще управлением посмотрим как она управление это на самом деле будет работать вот таким образом выглядит и микрофончик тут и сеточка он давайте посмотрим как без резиночки выглядит ну вот так как-то это правый здесь написано right и в левом left будет написано соответственно так и сейчас друзья я их проверю вообще на них я собираюсь полный обзор сделать это так сегодня распаковка и первые впечатления как говорится пристрелочные посмотрим что из этого получится с этих наушников но выглядит довольно таки неплохо я отключил какой-то тут сразу же пошел обратите внимание сразу же пошел здесь какой-то сигнал здесь мигает красным и синим возможно это уже сразу же только включил их подключение пошло не знаю почему она пошла может здесь где-то какая-то кнопка есть не знаю не могу вам ничего сказать скорее всего что здесь надо будет где-то с этими наушниками разобраться еще в принципе как это все дело работает здесь у них но подку под настоящий закос вот здесь сразу индикатор зеленый горит я вам покажу вот кому видно да видите да зеленый темноте горит индикаторе довольно таки неплохо давайте посмотрим на жаль никакого приложения для наушников этих нету давайте посмотрим сейчас подключим их или что же будет в принципе по факту у нас как эти наушники в принципе найдутся вот открываем открываем нашу крышечку я так понимаю скорее всего тут нужно будет дабы найти устройство подключаем к вам пласт морду надо будет наверно зажать вот эту кнопочку чтобы подключилась к новому устройству не твс про smart watch ну короче пока их что-то не находит а может быть нужно достать их вот достал они мигают друзья красно-синим возможно тут именно этот вариант еще раз обновляем наушники кстати не имеют как такового названия так так что вот это если что может быть это и есть она мид митв сс про наверно вряд ли друзья так тут наушники скорее всего нужно как-то между собою связать напишите в комментариях кто знает как это такого плана наушники копиями виду подключаются да тут что-то пыталась сопрячься я так понимаю здесь возможно как-то надо нажать и до мигает обновляем еще раз smart watch находит ими твсс про да очень странно конечно давайте сейчас попробуем все таки подключить их когда они находятся непосредственно в кейсе потому что все таки очень хотелось бы прослушать как собственно что по звуку они скажут эти наушники потому что одну по внешним данным друзья копия неплохая то есть как бы принципе если на внешне как бы да оценивать в принципе можно даже сказать что брать можно да вот задерживаю эту кнопочку обновить еще раз вот зажал держу что он удаст непонятно хотелось бы подключить наушники но наушники что-то как-то не особо хотят подключаться компьютер определяет смарт-вотч определяет может быть это смарт-вотч давайте попробуем подключиться может быть и смарт-вотч ставлю один одно ухо так попробуем музыку без авторских прав так как это все работает но нет видите сразу музыка включается а не находит почему так друзья я не знаю возможно надо подзарядить еще и что ли вот открыл их да допустим как только мы подключаем вот с китайскими наушниками всегда вот такая вот борода про 3 а вот они наверно про 3 называемые так ну попробуем хорошо про 3 так про 3 подключено 30 процентов ага вот скорее всего это они друзья обмен контактами хорошо подключаемся телефонный вызов мультимедиа про 3 на эти наушники я так понимаю называется сейчас проверяем как же да походу это они так и включаем музыку и вы знаете сейчас скажу вам про о своих впечатлениях сразу подключились оба наушника вы знаете вот по бокам за кнопочки нужно по бокам зажимать и вот пауза play и пауза видите да тут как бы в этом плане вот таким образом это все выглядит и что я вам хочу сказать по звуку по звуку друзья так возможно какой-то другой трек но вы знаете друзья я вам хочу сказать что еще и присутствует какое-то даже шумоподавление хотя вряд ли на вряд ли в этих наушниках будет какое-то шумоподавление поближе подставлю сейчас микрофона вот видите тут даже еще есть можно типа как siri подключать что-то сейчас разрядились наушники вот то о чем я говорил в принципе я вам хочу сказать не достает высоких но зато как бы упор на средние частоты здесь в этих наушниках в принципе в принципе это не такое кизяк как я брал вот эти вот типа и копии р подсов давайте сейчас сразу же проверим друзья ну довольно таки еще и годно вот если тут еще с аккумулятором сейчас разобраться потому что 30 процентов ушли за три секунды наушники отключились вот тут как бы вот этот момент я думаю будет камнем преткновение так что у нас заряжается заряжается вроде бы но я так понимаю вот эта лампочка это тут не лампочка друзья это так такое себе вот видите она вообще никак не реагирует вот а реагирует тут вот тут красным начинает светиться я не знаю видно не видно в общем в этом месте красным светится это сигнализирует о том что наушники заряжаются в плане эргономики вы знаете очень конечно удобные допустим беру один наушник вставляю их в ушах практически не чувствуется и еще звук довольно таки еще и достойный ну скажем так тех денег которые за них оплачены они явно стоят а то даже и дороже ну будем еще сравнивать с китайскими наушниками которые у меня пока в наличии возможно что вы знаете если будет хорошо по ним разговор идти связь то есть возможно даже себе их оставлю то есть не буду продавать друзья вот как то так сегодня у нас был обзор наушников про 3 как я понимаю копия наушников apple earpods про как вы можете видеть в принципе могу предварительно могу рекомендовать друзья но в принципе мне понравились конечно же хотелось бы как и любому нормальному человеку хотелось бы на приобрести хороший смартфон apple подключить оригинальные наушники apple и наслаждаться музыкой но друзья это скажем так бюджетный вариант для рабочего класса коим собственно я и являюсь поэтому в принципе могу как бы вам предварительно их рекомендовать эргономика норм чехольчик этот зарядный кейс так себе по аккумулятору ничего не могу сказать по разговорам по слышимости еще буду тестировать друзья потому что я так и не врубился нормально или нет в принципе по эргономике мне нравится а если по эргономике хорошо главное чтобы говорится из ушей кровь не потекла как на от наушников samsung galaxy buds 2 которые о которых у меня есть кстати обзор но там это ужас не рекомендую друзья однозначно потому что тех наушников у меня начали именно вот воспаляться уши звук неплохой эргономика так себе а вот уж и получили заболевание да и не только у меня вы можете это обо всем узнать в интернете друзья кому понравилось видео ставим лайк делимся своим мнением в комментариях но я как обычно на канале техно бар плюс всех огня